МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рабочие поездки первого вице-премьера Бахаджана Сагентаева к Молинску область. По данным местных властей, в зоне подтопления оказались 442 дома. Из них обследовано 247. Не обследовано 195 домов, находящихся в воде. Известно, что 44 дома в Адбасаре не подлежат восстановлению. Предварительно на первоочередные нужды на строительство 44 домов, восстановление дорог, водопропускных сооружений потребуется 500 миллионов тенге, проинформировали представители Акимата. Председатель Федерального резервного банка Сент-Луис Джеймс Баллард считает, что планы Федеральной резервной системы сохранять низкие процентные ставки даже после возвращения экономики к норме могут оказаться ошибкой с точки зрения денежно-кредитной политики. Он не видит убедительных причин полагать, что ставки должны оставаться ниже долгосрочного среднего уровня в 2016 году, если показатели безработицы и инфляция к тому времени нормализуются. Может сложиться ситуация, при которой ставки были слишком низкими в течение слишком долгого времени. Мой собственный прогноз по процентным ставкам находится в диапазоне от 4% до 4,25%, поскольку я считаю, что этот уровень будет логичным для 2016 года, сказал Джеймс Баллард в интервью Financial Times. Международный валютный финансовый комитет к концу года подготовит альтернативные предложения по реформе МВФ. Если США не ратифицируют пересмотр квот фонда, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов. По его словам, участники «двадцатки», выслушав позицию министра финансов США, заявили, что будут приняты все дополнительные усилия, чтобы в ближайший месяц еще раз провести переговоры с Конгрессом о принятии поправки в устав фонда. Выразили надежду, что переговоры могут увенчаться успехом и решения будут приняты в 2014 году. Все страны высказались надеждой на такое решение Конгресса. Было принято решение, что если в этом году не удастся ратифицировать поправки в устав МВФ, то в конце текущего года будут предложены другие альтернативные механизмы, которые бы учитывали повышение доли Эмиджинг Мэкетс в мировой экономике, пояснил министр. Доходы Джипи Моргана от торговых операций сократились на 17% до 5,1 миллиарда долларов, прибыли инвестбанковского бизнеса на 24%, до 1,98 миллиардов долларов. В 2012-13 годах Джипи Морган потратил 20 миллиардов долларов на судебные выплаты. Результаты у Wells Fargo объясняются ставкой на кредитование розничных корпоративных клиентов. За квартал кредитный портфель банка увеличился на 4%, а у Джипи Морган не изменился. По оценке аналитиков, опрошенных Томсон и Терс, сейчас рост прибыли под силу показывать лишь у Wells Fargo, тогда как бизнес Bank of America, Citigroup и Goldman Sachs пострадают от падения доходов в инвестбанкинге. Германский автопроизводитель BMW отзывает с рынка около полумиллиона автомобилей из-за обнаружения дефектов в детали двигателя, пишет газета The Wall Street Journal. Машины были выпущены в период с сентября 2009 года по ноябрь 2011. Общее число включает более 232 тысяч машин, которые отзываются в Китае. Дефект обнаружен в болтовых креплениях системы газораспределения. В отдельных случаях существует риск обламывания болтов, что в свою очередь может повлечь за собой повреждение силового агрегата. Однако BMW отмечает, что пока никаких инцидентов зафиксировано не было. Крупнейшие автомобили строительной группы мира с начала этого года отозвали с рынка почти 15 миллионов автомобилей. С большим отрывом пока лидирует крупнейший автоконцерт мира – японская Toyota. Таков экономический обзор новостей к этому часу. Я же напоминаю, что выпуски наших передач вы можете просмотреть на сайте телеканала 24KZ и в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин